Ну а в 2000 году парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях. Вот о медицине и продолжим говорить, правда не о клонировании, а более, наверное, на данный момент насущной проблеме. Я очень рада представить нашу гостью Ирину Трубицыну, главного врача Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Ирина Павловна, снова доброе утро, рада вас видеть вновь. Поговорим о гриппе с вами сегодня, вот ситуация с этим непростым заболеванием на данный момент какова у нас? Да, в общем-то, ситуация довольно благополучная, я бы сказала, эпидемии у нас в крае точно нет. Эпидезон, да, он наступил, но эпидемии нет. Заболело довольно немного людей и, к счастью, всего лишь только несколько человек был подтвержден грипп. Ну, что не может не радовать на самом деле. А вот скажите мне, пожалуйста, как только симптомы заболевания возникают, человек сам как может определить, это грипп все-таки намечается или это ОРЗРВИ? Ну, я думаю, что человек, не имеющий медицинского образования, определить, конечно, не сможет. Идем к доктору. Определить может только врач, безусловно, только врач, потому что симптомы и гриппа, и других вирусных инфекций, они абсолютно одинаковы порой бывают. Но грипп может отличать только высокая температура, более высокая, допустим, выше 38-39 градусов. И в первые сутки заполевания, это, как правило, першение в горле, сухость слизистых, то есть не будет обильного насморка, не будет, может быть, даже сухой кашель, небольшая боль в груди. И что самое главное, боли в мышцах, суставах, боль в глазных яблоках. Это вот типичная картина гриппа. То есть та самая называемая ломота в суставах, да? Да. Так, не дай бог заболели гриппом. Идем к врачу, он, конечно же, назначает необходимые препараты и медикаменты. Вот что касается антибиотиков. Антибиотики грипп лечат? Ни в коем случае. Антибиотики, они лечат только бактериальную инфекцию. В том случае, если присоединяется осложнение, тогда врач уже подберет, конечно, антибиотик. Но начинать лечение гриппа, либо другой вирусной инфекции ни в коем случае нельзя с антибиотиками. Обязательно нужно обратиться к врачу, соблюдать постельный режим, либо вызвать врача на дом и выполнять все подписания врача. Обычно назначаются противовирусные препараты. А вот наше самое любимое занятие, я, наверное, не совру, если так поступают многие, вот только заболели, первое, что делаем, не идем к врачу, пьем антибиотики. Мы тем самым, получается, придя уже к врачу, затрудняем ему картину диагностики. То есть что мы только что у себя сами вылечили, понять уже будет сложно. Это так? Дело в том, что, ну, конечно, картину гриппа очень сложно каким-то образом изменить антибиотиками. Но что может быть в этой ситуации, если человек начинает самостоятельно принимать антибиотики, не имея на то показания? В случае, если у него действительно разовьется осложнение, ну, в виде бронхита, либо пневмонии, то затем будет очень сложно врачу подобрать антибиотикотерапию. И порой даже приходится подбирать антибиотики уже третьего, четвертого порядка, то есть более сильные. То есть все-таки не надо заниматься самолечением, идем ко врачу. Так, вот скажите мне, пожалуйста, а если мы все-таки поговорим о профилактике гриппа, да, вот что мы делаем? Понятное дело, что можно сделать прививку. Вот, во-первых, сколько человек сделали прививку в крае на данный момент? И если все-таки не прививка, то что тогда является профилактикой? Конечно, самый эффективный метод – это вакцина-профилактика. Но у нас прививочная кампания уже закончилась, и привито у нас порядка 50% нашего населения края. Это беспрецедентная цифра. По России в среднем даже привито меньше, чем у нас по краю. Но те, кто не успел привиться или по какой-то причине, может быть, были противопоказания, то я бы просто посоветовала соблюдать меры личной гигиены или меры личной предосторожности. Конечно, желательно не переохлаждаться, одеваться по погоде. Это раз. Второе. Желательно ограничить пребывание в местах большого скопления людей. Если такая необходимость есть, просто носить медицинскую маску. Нужно помнить, что менять такую маску нужно каждые 3-4 часа. А вот то, что бабушки нам всегда в детстве советовали, оксалиновая мазь, она помогает? Или это какие-то такие народные средства, которые сомнительны? Оксалиновая мазь – это, в общем-то, противовирусный препарат. Слабенький, конечно. Пользоваться можно, но при условии соблюдения других мер безопасности, конечно. Обязательно мыть ее рук после посещения мест общего пользования. После транспорта, магазинов, рынков и вообще после посещения улицы. Так, с гриппом еще более-менее как-то мы поняли. А вот что касается ОРЗ, ОРВИ, то вот профилактика здесь. Она, в принципе, такая же, как и от гриппа? Или есть какие-то свои особенности? Абсолютно одинаковая. И, в общем-то, никаких особенностей нет. И важно, конечно, главное не переохладиться. Это очень важно. Поэтому еще раз обращаю внимание, одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Погода у нас сейчас очень нестабильная. Ирина Павловна, а вот скажите, сейчас у нас Новый год впереди. Мы все, конечно же, будем активно отмечать. Я пока не говорю о новогоднем столе. Я говорю о санках, лыжах, сугробах. Мы все, конечно же, когда увидим снег, очень захотим вот то, что называется, им насладиться в полной мере. Переохлаждение, которое совмещено с положительными эмоциями. Правда, что есть такое мнение, что, в принципе, когда настроение хорошее, не заболеем. Или это все-таки сомнительная такая... Ну, настроение настроением, конечно, но все-таки переохлаждаться нежелательно. Конечно, это замечательно. И поваляться в снегу, и покататься на санках, на лыжах, на коньках, это очень здорово. Но не переохлаждаться. Но если вдруг так случилось, переохладился человек, нужно обязательно зайти в помещение, согреться, выпить теплого чая, там, с малиной, с калиной, черная смородина, там, или просто настой шиповника. А любимый Глинтвейн сейчас тоже помогает? Или, в принципе, лучше ограниться травимными вещами? За алкогольный, пожалуйста, алкогольный не думаю, что поможет. Ясно. Спасибо вам большое за полезные советы. Я думаю, что все мы ими обязательно воспользуемся и не будем болеть. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что все интервью с нашими гостями смотрите на сайте kuban24.tv. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.